Ну что, доброе утро, доброе прекрасное утро, в этом прекрасном сведении. Залили нам скоро уезжать, но все же, ребята, мы наслаждаемся изысками, изысками. Я сегодня заказала себе омелет, смотрите, какой красивый омелет, сосисками и прочей фигней. Так, также у меня здесь овощи, тост, взяла фрусты, вот эти вот они вкусные такие. Которые не пьешь. Кем? Вован что-то повадился, сосиски вот в этой брать. Говяжьи. Мотайте на ух, говяжьи, давай. Мотайте на ух, да, говяжьи самые вкусные. И буты. Завтра, кстати, надо операцию по бутам провести. Последнее. Так, ну а сегодня еще целый день. Все, можно спокойненько покушать. Не обращая ни на что внимания. Да? Ой, сейчас такая очередь, прям, давайте. Знаете, яйца, прям капец. Одна женщина сейчас стояла, возмущала. Что так долго вы варите, зайца? А что они? А они прям вызываются. Ну, говорят, одну минуту. А что, они прям, разную минуту, что жарят? Говорят, одну минуту. Ну, говорят, мы пять лет назад сказали, одну минуту. Я все понимаю, но... Блин, так-то ты не одна тут. Ну, только четыре варят эти яйца. Не, она хотела уже вареные. Отварные. Ага. Она очень возмущала. А что отварные? Не знаю. Отварные, вон отдельно лежат. А это не было. Не было? Да. Значит, мы же съели. Ну. Деленое яйцо варится пять, шесть минут. А сколько? Помидорка? Внутри минуты. Сиро. Доброе утро. Видите, с нами уже доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В Египет, да? Да. Не, ну а что, мы хорошие туристы. Во-первых, мы делаем халявную рекламу отеля. Это раз. Что-то хоть принимаем. Как рекламу или как не рекламу. Вот. Мы показываем то, что нам нравится. Если нам все нравится, мы говорим, что все хорошо. Кто к нам нормально относится, а тот... У нас хоть несколько часов, да, да, написала. Говорит, не начало отель. Все подробно. Тоже хотят сюда приехать. Сюда любви жачек. Вот. Мы оставляем чаевые. Ну, это та женщина, которая... Значит, вот, 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 вот. Мы всегда оставляем чаевые. Мы теперь спокойные. Сидим спокойно на камеру, трескаем и все. В общем, мы идеальные туристы. Вот так вот. Саша, все замечательно. Поэтому у нас здесь все любят, ценят и уважают. Чуть-чуть. Куча немного. Но мы берем ровно столько, сколько съедаем. Иди, мы дома. Идеальная туристка. Раньше нам не давали, теперь сами люди. Не, ну, там мы иногда наливаем. Давай. За прекрасный отдых. Он так реально был прекрасен. Мне прям очень понравилось. Мы отдохнули. Поплавали. Загорели. Давно так не сгорали. Ну, прям вообще хорошо. У тебя теперь хоть видно, что ты была действительно в Виге. Да. А не как в тот раз. Да, Мишка, смотришь, будет. У тебя голова будет эта. Беленькая. А не совсем умненькая. Будет красивый контраст. Я предлагаю тебя вообще не кратить пока что. Будет вообще прям клево. Белая головка. Загорелая морда. Какая такая головка? Голова. Вот именно, голова. Мишка из врачуга. Это ты. Ой. Так. Да. Сказал, что он идеальный турец. Ты практически разминала тарелка. Буйная. Не можешь огурчик взять. Нормая. Видите, как ты берешь так вот так вот. Эй, коммунизм, это не огурчик, да? И честь. И шуму, и пылу. Ага. Ну, когда это пора и честь, знаете. Тоже вчера, говорю, обсудили. Говорю, ну, если никуда не есть, то неделя будет достаточно, говорят, абсолютно с вами, согласно. А он сегодня уже уезжает. Если на экскурсии никуда не есть, да. Вов, они 13 лет ездят в Египте. Да. 13 лет. Неужели ты думаешь, что они за 13 лет не успели уже посмотреть все, что хотят? Из того скудного ассортимента, что здесь есть? Да. Да, здесь, кстати, не очень большой выбор. Экскурсии. Ну, если мы поедем в Шарм-Мэк-Шэ, а мы туда поедем. А думаю, там что-то другое. Там то же самое будет. Нужно будет смотреть, что-то другое. Пирамиды, люксор, что там еще? Думаешь? Какие-то водные, может быть. Ну и добавьте рынок ткани. И все. Просто есть такие отели, в которых хочется быть, а есть отели, в которых хочется сбежать. Вот этот отель Jazz, как нам расписали, прям вообще жесть. Он был Jazz. Ну, он уже не Jazz. Снимайте, вы отель в одной серии. Приезжайте, а тут уже нет его. Тут уже другая серия. Я даже не знала, что можно так поменять. Она изговорит, что они заплатили еще 10 долларов. Капец, да? Все 10 заплатили. Приехал в один отель? А по факту оказался другой. Главное, еще попался такой. Чтобы поменяли на нормальный. А то будет легкую тройку. Вчера, что-то в бар пришли. Что, сидень, сидень, сидень. Без трима, так скучно вообще. И что? Заказали, я чай заказал, он кофе заказал. Сидим тупо, беремся к телефону. Потому что говорить не о чем. Пока в бассейне сидели, уже все в суде. У всех, у всех это, все просто перемолят. А тут сиденье, не хер делать. Среди с вами как начали курить, как начали курить. Я звонила, говорю, пойдем в номер. Короче, на мушле. Что, серафим какой, смотрим? А, новый серал на часах. Нормалик, как? Сколько серафим? Я не знаю. Три серии надо. Пока они длины. Они длинные. Они долго, ребята. Это пока я длина? Ну, одно я включил ты, блин, два дрыснуть. Третью. Суле. Другой концепт, это то, что курить можно везде. Не прыгает. Буквально там, где ешь. Так, мне не нравится. Ну, хотя, знаешь, на еврофейке врачи на еврофейке еще многие курят. Он просто прям, вот что именно вон. Коже, короче, то не действует. Десятый концепт, это зал для курящих, а остальное для курячих. Не, просто курячих можно было... О, дети, что-то интересное. Ну, здесь вот что, кто не сидит и курит же. Кепочка, кепочка. Да, я видел. Я старый моряк. Я не знаю слов любви. Здесь же кто не сидит и не курит. Да, здесь тоже никаких знаков, ничего нет. За, за, за вмещающих. То есть, по сути, можно курить. Разве что пепельницы нет. Инсталит. Ой, дядечка пошел. Кепочка. Как, знаете, морской волк. Шортики а-ля Василек. Какая? Любишь ты вот эти, полловеры или какой-нибудь? С морякничком. Пола. Пола. Мальчик. Вот, такая простенькая. И все. Это к тому, что кто там писал, что типа мы хреново одеваемся. И кепочка как у Олега Попова. Да. Только раньше, что без кумпончиков сверху. Вот здесь такая публика. О, она, почему-то понять, она разношерстная. Хотя я видела на завтрак, женщина, она проходила на каблуках. Я прям удивилась. На завтрак. Кто бы встал, что первое одел, то в том и пошел. Ну, первое на каблуки, на завтрак. Ладно, на обед, на ужин. Видимо, каблуки были раньше. Это ближе. Потому что она просто только не ложилась. Конечно, знаете, кто во что гораздо. И мне нравится в наше современное время, когда людей сейчас оценивают не по дюшке. Вот. И даже не по уму. По деньгам, которые у меня есть. Если у тебя есть деньги отдыхать в таком отеле, значит, ты уже любимый гость. И все. В целом, сейчас время – день. Кто может их зарабатывать? Кто красавчик? А кто не может? Кто-то брызжит на ядом и все. Ну, вчера я даже видел дворника. Кто-то отдыхает здесь. Да. Здесь все хорошо работает. Ой, ну тебя портрали вообще. Ты, короче, сидел мужик? На нем куртке была. На нем куртка была. Как будто, знаете, как он… Ну, не дворник, а вот этот вот. Что такое? У ЖЭКовцы ходят. Какая… И там сзади такая… Это темно-синяя и полоски. Глубая, белая. И было написано что-то «Строй», что-то там туда-сюда. «Строй форсаж» какой-то. Я уржалась, ребят. Представляете? То ли мода такая в Европе, что вот им вот эти вот курки… Может, кенуровки. …буслаты продают. То ли, может, действительно дворником. Нет, представляете? Ну, действительно была. Именно, действительно, там что-то стройка. Строй, строй, центр, что-то такое. Ну, короче, уржаться, наверное. То есть, как вот вы привыкли, например, там, ЖЭКовцы. Идет там следствие, у него куртка такая зимняя, ватная. Да-да-да. Отец ее показывал. Отец показывал. Типа купайки, да. Спецодежда такая. Да-да-да. Темно-синего цвета. Сзади пал воска белая и грубая. И на этом фоне, на блинписанной организации какая-то. Ну, короче. Все нормально. И все, есть деньги, приезжай отдыхать. Дальше все откроется. Как ты выглядишь? Че-то… А, есть типа дресс-код в ресторане. Вечером так. Типа нельзя-то в пляжном откроется. Вечером так. Вот сколько я здесь еще бабулька встречала, который просто там, не знаю, что-то не в Парео здесь ходит, и все, на завтрак. Какая кварь-кварь-кварь-кварь. Знаете, в пляжном вот ходит. Еще вот одна. Откуда они, блин, взялись? Вот, все-таки. Мелкий, паша. Че-то для нее. Круппы, наверное. Для нее вроде. Музыка от этого. Ну, это легкая шпина. Ой, такой мальчик симпатичный. Прям не могу. Красивый, высокий. Бери с тобой. Достатный. Чемодан. С удовольствием. Если ты разрешишь. Если блядь. Вот будет бить на мой счет. Как и ты. Все, ты. Лежь, все. Давай в квартире. Балтик. Я бы к ней ездил. О, кстати, сидим по тембре. Я. Она не захватывает вас. Не знаю. Ее узкое направление, что она направленная на дверь. Ее угол 30 градусов. Не, он просто внешне такой красивый. Ну, что, у нее глазки такие классные. Молоденький. Да, нет, старая уже бабка. На молодых заглядывает. Ну, ему в матери гожусь. Ему лет 20. Ну, все, хотя бы. Он того мелкого, коренастенького не хочет. А вы лучше умеете чуть-чуть чемодан. Дальше к нему хочется подойти и спросить. Мальчик, кто здесь сделал? Здесь концепция 16+. Он такой маленький прям. Ну, блин. Ну, для 14 я бы ему дала. Ну что, кушок такой вы пробиваете. А вот тут просто красивый мальчик. Нет, просто, значит, вот есть парни-модели. Вот. И это прям вот, ну, очень красиво. Дальше сегодня вечером будет. М-м-м. М-м-м. Мечером будет это. Польшо. Так что вот. Переезжайте, отдыхайте. Кому как нравится. Настолько разнообразная публика, он прям удивит нам. Настолько интернациональная. Знаете, вот здесь отеля. Там половина немцев, половина русских. Или там украинцы, или там еще какие-то. А тут вот чисто вот. Мне кажется, что каждую массу можно встретить. Кстати, в чайных, кто встал. В бассейне. Там висят флаги ухв отеля. Чего? 8 штук. И чем? Среди них российский. И один этот тысяч альпатрос. Да? Эти. Так, попробуем фрукты. Рядом с нами висит французский флаг и швейцарский. Вкусно. Кстати, украинского нет. Но они же сильные. Немецкий есть. Это там, это, швейцарский. Видите. И даже они здесь отдыхают. У них там такое. Нет, они отдыхают. Они, которые вкуса, они отдыхают. Также отдыхают все и сразу. У них там остальные. У них тут, говорю. Масколько разносостные. Да, макшап. Даже не сказали, что там средний, классный, средний. Разные, акшап,Ты тут. Здесь непонятно. Ну да, только хоть специальные группы. Все одинаковые. Я не знаю, зачем даже с тебя есть деньги? Зачем переплачивать в какие-то там супер-супер отель? Зачем? Зачем? Есть хороший отель, нормальный. Нет, просто в некоторых дорогих отелях есть определенные фишки для таких клиентов. Они этим пользуются. Именно из-за этого они ездят в этот отель. Мне там пишут, что ты богачка, ты себе даже не можешь позволить это. Духи. Во-первых, это все из-за того, что у меня духи есть. Во-вторых, я не вижу смысла покупать духи в три друга, чтобы кому-то чего-то доказать. Понимаете, доказать, что я могу себе позволить там духи. Я могу себе позволить духи, но я лучше эти деньги сэкономлю и лишний раз поеду куда-нибудь отдыхать. Уйду от этой ручины домашней тогда. Вот. Поэтому я не вижу смысла кому-то что-то доказывать. Вот такая фраза. Что, когда взялся, там сам так и называется. Тоже мне еще понравилась эта фраза из фильма. Так вот. Ханикулы строгого режима. Когда не хочешь, пришли в ресторан. А вот. И этот, говорит, заказывай. И говорит, я не вижу смысла брать воду за 300 рублей. Если я, у меня она в ресторане, то есть платно подается. Я из ресторан по понятию. Да, 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 да. Что, вы ресторан это делаете? Угу. Вам, говорит, какую воду? Или ей, или эту? Я, говорит, не вижу смысла заказывать воду за 700 рублей. В том же время, как у меня в ресторане ее поддают из кулера. Да. Бесплатно. Все. Богатый человек. Богатый потому, что он умеет считать деньги. И цены к разным предметам. Точно так же, как покупать сейчас машину в три друга. Нету смысла. Потому что сейчас цены искусственные, забышенные. Точно так же, как и цены на всякие духи и прочее. Вот так они стоят дешевле. У меня есть еще несколько флаконов хороших духов. Я могу попользоваться ими. Пока ситуация не стабилизируется. Вот так, когда все закончится. Так и все другие. А люди как брызгали ядом в санитаре. Так и будет брызгать. Сейчас мы кайфуем. Наслаждаемся. Последние денечки. А потом. Заработаем еще денежку. И поедем к нам еще. Все. Тем хорошим настроением. Будьте. Добрый к окружающим. И миром нет к вам ответа. Прекрасного настроения. Увидимся. Пока-пока.